Ну, нет, не особенно интересно, скажу честно. Но я вообще с возрастом стал понимать, что выборы — это блеф. Вообще, в мире. Я никогда не поверю, что... Ну, во-первых, я на своей практике это неоднократно испытал, начиная с развала Советского Союза, заканчивая потом выборами Ельцина и так далее. И ничего от тебя не зависит. То есть ты кого-то выбрал, а этот кто-то, кого ты даже выбрал, в секунду, в день, в неделю меняет свое отношение к жизни, меняет свои обязательства, свои обещания, и ты ничего с ним поделать не можешь. Все. Ну, и человек сказал, извините, не получается так, как вы хотели. Это касается и Америки в том числе. Ну, вот смотрите, там они выбрали своего замечательного Обаму, когда они его выбирали, был такой подъем, такой подъем, сейчас Обама, сейчас Обама. Ну, и что сейчас думают о Обаме в Америке? А почему он не оправдал? Сейчас они надежды возлагают на кого-то еще. Мне кажется, что все это такой очень красивый, запакованный в такие прямо глубокие терзающие, берущие за глубокие, как это сказать, господи, терзающие глубоко души людей, шоу-бизнес, политика. То есть, надоело всем смотреть бесконечные вручения Грэмми, там все не по-настоящему, там все костюмированные, там все все врут, там все неправда. Вот политика, это то, что касается меня, это то, что касается всех, давайте же мы туда пойдем, там настоящие чувства. Ага, ну давайте там сделаем то же самое. И так же всех разводят, так же всех, что называется, веселят, хватают за живое. А потом, не знаю, проходит секунда, и все эти обязательства, которые дают нам политики, они исчезают. При этом, опять же говорю, здесь мы не лидеры. Ну, посмотрите историю с тем же там Ираком или что там было еще. Выходили огромные митинги, протесты, мы против, ну и что? А мы за, а мы уже все решили, а вас мы спрашивать не собираемся. Так что вот эта вся история про демократию, про то, что каждый человек должен знать, что от его голоса зависит, что полнейшая ерунда. Продолжение следует...